всем привет с вами темная ниндзя и заметки apache мира 4 так у нас сервера ушли на тех работы давайте посмотрим что нас ждет когда мы зайдем в игру итак новые события благодарны за третью годовщину второй этап новые артефакты дракона 5 типов новую категорию артефактов дракона артефакт черного и белого дракона новой системы наследования артефактов дракона ну и немножечко поподробнее так события празднование третьей годовщины семидневная регистрация это понятное дело благословение божественного дракона но это билетик обмениваем на курильницу магазин обмена благодарственного письма это мы будем выбивать 1000 писем для обмена празднование третьей годовщины магазин обмена gold goblin что-то будем покупать в магазине в какой-то новой вкладке которую добавят на время этого ивента это мы посмотрим с вами в игре я не знаю за что мы будем скорее всего именно за голду будем что-то там покупать и получать прочие какие-то награды за то что покупаем чудесный удачу ошер это у нас уменьшен затраты на улучшение снаряжения подарок сюрприз и 26 числа мы три раза на почту получим подарок 3 юбилейное общественное мероприятие бесконечный рост это у нас две задачки для дискорда одна из задач надо сделать в групповое фото прям максимально максимально прям много чтобы народу было в кадре во всяком случае так написано и те у кого будет больше всего народа в кадре получат какие-то дополнительные награды за скажем так место да на которой его определят также скорее всего будет 2-3 место призовых и второе задание туда же в дискорд это описать историю какую-то связанную опять же с игрой и если у вас будет много комментариев тоже получите какие-то там наградки не знаю по мне кажется никто уже не занимается этим поэтому как бы сильно на этом на разострять внимание не будем так новые артефакты и изящный клинок небесный колокол курильницы для благословия благовоний полумесяц джейд и бронзовое зеркало описание что они дают не будем на этом тоже заставить внимание если что в игре по любому посмотрим и там и увидим что она прибавляет не прибавляет хотя конечно без русского языка все немножко посложнее становится вот но в любом случае ссылочку я оставлю в описании если что может быть кому-то будет интересно более продукт подробно все это прямо почитать новые категории артефактов дракона артефакт черного и белого дракона непонятно пока как это все работает смысл от этих категорий тоже это все будем смотреть в игре изучать вместе с вами если по будет конечно доступно нам это все для изучения вот потому что пока но не понятно что почему категория 2 как они будут работать новая система наследования артефактов дракона с помощью наследования артефакта дракона вы можете перенести артефакт дракона редкого тир и легендарного уровня на артефакт черного или белого дракона того же уровня то есть короче переделывать обычный артефактов более вот такие тоже посмотрим как это все в игре будет сделано если конечно опять же получится дадут нам это все посмотреть артефакт черного и белого дракона могут быть улучшены до более высокого уровня то есть если обычно артефакты дракона редкие эпические максимально до 7 к 1 то через а легендарные до 10 и они могли при великой неудачи сломаться то артефакты черного и белого дракона редкие эпические улучшаются на 10 легендарные до 15 и они не ломаются при великой неудачи но могут упасть на 1-3 уровня вниз то есть как бы но это немало если трошка выпадет а вы всего лишь там на 4 точно ли да на высчитай можно сказать упали на дно вот далее у нас что добавлено достижение 21 штука связанная с наследованием артефакта добавлено 120 кодексов новых с зарегистрированием артефактов дракона черного и белого дракона так новые рецепты крафтов 22 это у нас крафты как раз самих вот оборудование для черного и белого да тоже как бы не будем заострять внимание на том что здесь нам нужно на них также мы с вами в игре посмотрим что нужно для этого крафта потому что здесь это очень много читать не все иногда мы понимаем картинками нам все это было бы куда намного интереснее посмотреть и понятнее поэтому все в игре все в игре рецепт создания новых артефактов дракона это у нас нужные стали которые идут для создания предметов все опять же это в игре будем смотреть потому что здесь пока что не все понятно довольно рецепт создания эпической статусе не в дракона то есть у ремесленника дампел мы теперь сможем делать 5 эпических статусе не у дракона за билеты на расширение сумки x10 то есть где-то в магазине наверное возможно нам добавят больше этих билетов и за них можно будет потому что просто так нам их вроде нигде не дают было бы очень приятно получить еще бы парочку билетов на расширение сумки так изменение количество материал для создания артефакта дракон то есть все что мы создавали раньше артефакт дракона порезают ровно в два раза то есть если редкий был до 50 драконе стали 500 тысяч темной стали теперь будет 25 и 250 соответственно и все остальное порезано в два раза как я понимаю это уже навсегда это не ивент его как раньше было ивентом море зале это теперь это будет на постоянке в два раза дешевле создание ну просто из-за того что они теряют свою значимость и теперь новые артефакты будут вместо них стоять наверное на изменение рецептов крафта события желтый дракон путник короче нам с вами добавят в ограниченный сервер вызов легендарную траву было лимит крафта 3 он еще добавляет новые совершенно до лимит крафта 3 и ограниченный для персонажа небесная таблетка души и редкая трава но рсу ну понятно веточка три на небесную таблетку и 6 на редкую веточку так это у нас что касается просто таких вот изменений да и изменен лимит количество создаваемых предметов для некоторых предметов на вот тофтология конечно здесь жестко в переводе то что мы с вами могли там легендарный магический сундук сферы души посох самарте плюс 9 тыкву йоги плюс 9 легендарный ящик для призыва камня духа легендарный ящик для выбора материала дракона мы могли сделать по одному да то есть у кого-то если сработал один раз больше никто не сможет теперь будет все это по 3 но все равно можно сказать многие не успеют потому что есть у нас люди скоростные которые раз и все и готово и ты не успел вот и прочие всякие изменения исправление очи пяток вот такая вот обновочка обязательно в игре мы посмотрим все эти нюансики которые мы здесь пропустили не стали углубляться в это читание найда вот надеюсь видео будет кому-то интересным полезным с вами был темный ниндзя до новых встреч и пока пока